Всем привет! Доброе утро или доброе время суток! У меня сейчас утро, причем довольно таки ранненькие, половина седьмого. Я еду на утреннюю тренировку и с вами я, Михаил Шилов, автор проектов 3wbudushin.ru, 3wbudublog.ru и 3wmakevara.ru Мне иногда задают такой вопрос, какое оружие лучше всего носить, с собой таскать. Имеется ввиду, конечно, идет речь об оружии кабуто, то есть малый вид оружия. И вот вопросы задают, можно ли там носить с собой мучаку, кастеты или что-то там еще. Я, мне кажется, уже записывал какой-то подобный подкаст. А может это был не подкаст, может отвечал я в аудио по какому-то подкасте на это дело. Ну вот я решил записать по этой теме и видео подкаст, а в рамках проекта подкасты за рулем. Вот. Смотрите, давайте начнем с того положения, для чего вообще мы собираемся носить оружие, да? Если оно нужно, действительно. Ну, очевидно для того, чтобы чувствовать увереннее себя, если вдруг какой-то будет эксцесс. С какими-то хулиганами, бандитами, там все такое прочее, да? Вот. Но само по себе ношение, значит, оружия может добавить уверенности, но она будет иллюзорна, если этим оружием не уметь хорошо пользоваться. А для этого что получается? Вот. Получается, что им надо пользоваться и не то что постоянно, а с ним упражняться нужно и понимать нужно, как это работает. Это очень важно. Вот. Конечно, оружие само по себе, даже если человек им пользоваться не умеет, оно уже представляет опасность. Предположим, человек носит с собой травматический пистолет, ну, стреляет очень посредственно. Но если в его руке окажется оружие, которое уже подготовлено к выстрелу, то есть, ну, заведен затвор, ну, перерзут затвор, уже казнетос предохранителя, оно, то есть, осталось только курок нажать. И он его направил в сторону противника, то для противника, особенно если близко находится он совсем, да, это оружие представляет немалую, сколько опасность. И огромную, и, ну, обоснованную уверенность, оно дает тому, в чьих руках оно находится. Это сто процентов. Так что, видите, даже уровень-то мастерства здесь и не особо важен. Но, понимаете, это, значит, огнестрел это как исключение, да, есть же даже поговорка, что Бог создал людей, а Коль сделал этих людей разными, да. Но, опять же, мы рассмотрели вариант, когда оно уже находится в изготовке оружия, то есть, вот оно уже готово к выстрелу, и оно в руке, и уже направлено. Идеальный вариант. Такого почти никогда не бывает. Вот, его нужно еще быстро достать, быстро подготовить к выстрелу. Иногда противник еще и перемещается. То есть, на самом деле, для того, чтобы оружием хорошо пользоваться, там, где стрельным, надо хорошо с ним тренироваться. Тогда от него реально будет толп. Вот, таким вот образом. И все то же самое относится и к любым другим видам оружия. Чем хорошо, значит, оружие Кабудо, да, любое, предположим, да, то, что оно скрытое для ношения, но я имею в виду только малые виды оружия. Конечно, если какие-то серпы, там, носить, там, да, вот, или палку Бо, там, да, то это, конечно, оно нифига не скрытое. Вот, или Тонфа, да. А вот мелкие виды, да. Вот в этом плане хочу рассмотреть я два вида. Кастет и Явар. Ну, всякие куботаны, там, все такое прочее. Вот. Если мы будем говорить конкретно про кастет, то здесь уже мы сталкиваемся со вторым вопросом. Ну, конечно, разумеется, оружие Кабудо, они работают в руках только того, кто занимается боевыми искусствами. Если обыкновенному человеку кастет дать, а он совсем не может драться, не умеет, то, хотя кастет и представляет опасность, если он по башке кому-то даст им, то вероятность того, что у него получится его применить, ну, попасть там должным образом, ну, это ничтожно мало. То есть вот он сзади, там, подойдет, ну, по затылку даст, вот тогда да. А в открытом противостоянии у него шансы применить кастет примерно такие же, как в обычном противостоянии попасть противнику серьезно кулаком по голове. Если у него нету навыка боя, то это ничтожная вероятность, да. Вот. То же самое не касается Явары, да. Она работает только в рамках и в руках у того, кто занимается там искусствами боевыми. Почему я рассматриваю эти два вида, значит, оружия? Они очень хорошо ложатся на любой движок практически любого боевого искусства. Даже те, кто занимается боксом, да, и далеко, там, от восточных боевых искусств, где вот эти вещи применяются, он запросто может освоить и кастет, и Явару. Ну, кастет вообще просто, потому что это фактически железная боксерская перчатка, там, условно говоря. А Явара, ну, там есть особенности. Она серьезно расширяет диапазон техники, вот, потому что там еще можно применять различные захваты и заломы, различные давления и нажатия, вот. А ударная техника-то практически вся та же, только надо чуть-чуть ее по-другому держать, и немножко по-другому, как говорится, выворачивать кулак, чтобы тычково делать удары сильно. Все. Зато расширяется очень серьезный диапазон ударов на отмашу. Вот. Поэтому эти два варианта, ну, просто великолепны, замечательны. Это и кастет, и Явара. Но уже третий момент. Явара. Что такое Явара? Явара – это простая палочка. Обычная самая. И таскать ее с собой может каждый человек, и она не вызовет ни у кого никакого совершенно внимания. А имеется в виду, там, у профрадиктных органов. Если даже и вызовет какое-то внимание, то тут всегда вариант существует, что это тренажер для пальцев, что это приспособление для массажа точечного шиацу и так далее, и тому подобное. Вот. Если это какой-то куботан резной, то это может быть какой-то брелок для ключей или красивый нет, с кем так обосновать дело можно. Но лично я вообще ношу простые самые Явары, либо круглую, либо граненую. В общем, какие, я дам ссылку в подписи к этому видеоролику, посмотрите. То есть я разработал сам две Явары, ну, комплект, вернее, Явар, которые применяются не только для самозащиты, а и для других целей. Для накатки ударных поверхностей, для тренировки кисти и рук. Я об этом остановлюсь и расскажу немножко позже. И в этом плане Явары, конечно, имеет огромные преимущества перед кастетом. Потому что кастет-то точно вызовет у правоохранительных органов замечания в лучшем случае. А в худшем случае уже проблемы могут быть. Почему? Потому что кастет при любом раскладе, это не может быть какая-то вещь, которая не должна в вашем кармане находиться просто так. Это вещь, изготовленная специальным образом, для специальной задачи. А задача у кастета одна. Это травмировать противника. То есть это является оружием по умолчанию. То есть это только может оружием быть. И больше ничем. Только оружием. И ничем больше. Явара может быть и бытовым предметом. Да, вот я, ну, рассказал, для чего она может еще применяться. А кастет-то только лишь оружие и ничего больше. А оружие с собой выносите холодняк практически, что получается. Ну, не холодное оружие, имеется в виду не нож. Ну, выносите, ну, холодное даже. Выносите с собой, значит, оружие. Вообще постоянно. Поэтому могут быть проблемы. Очень серьезные. Вот в некоторых странах, например, таких, как Сингапур, мне об этом рассказывал Сергей Бадюк, мой хороший товарищ. Вот. Он вообще говорит, что даже в чемодане, в аэропорту провести такую довольно-таки сложно. А если это в кармане будет находиться, то там уголовники, ну, соответственно, за это. То есть за это могут даже посадить, если в вашем кармане кастет. Причем это серьезнее намного, чем у нас. У нас может там отделаться, чем штраф там, ничего. А там можно, а там конкретно можно сесть за это дело. И очень быстро. Прямо в этот же день буквально. Вот. Вот так серьезно к этому там относятся. То есть вообще кастет рассматривается исключительно как оружие. Поэтому кастет я, значит, отметаю как ту вещь, которая для постоянной носки возможна. Еще по той причине, что большинство кастетов изготавливаются все-таки из металла. Они, конечно, могут быть из текстолита, из дерева, там, из чего-то, но и там из металла чаще всего. И если вдруг вы будете находиться в таких зонах, как в аэропорту, например, будете через рамку проходить, у вас эта штука зазвенит, вас ее попросят достать, и в итоге начнутся проблемы. Если она у вас не зазвенит на рамке, то есть она из материала, который не звенит, что называется, на рамке, то все равно дело кончится тем, что если к вам подойдет охрана, вам надо будет объяснять все это дело. Что касается Явары, проверено много-много раз, лично мной и моими товарищами, которых я приучил таскать Явару с собой, моими друзьями и, опять же, тем же, с Сергеем Бадюком, который с собой мои таскает постоянно Явары, именно те, которые в ссылке будут даны, вот они нравятся ему, у меня их тылит постоянно. Как я приеду к нему, у меня обязательно, у меня заберет те Явары, которые с собой у меня есть. У него, наверное, везде распиханы, в карманах, во всех, в одежде любой. Вот. Значит, проверено, что не вызывает никаких абсолютно нареканий со стороны правоохранительных органов, охраны, security и все такое прочее. Вообще не вызывает абсолютно проблем. Ноль. Один раз, единственный был случай, когда ко мне в аэропорту подошли, а я вертел на руках Явару круглую. И поинтересовались, что это такое, потому что охраннику показалось, что это сигара в руках у меня. А как бы, все же знают, да, что в открытых зонах общественных, ну, не специализированных, в аэропортах курить запрещено. И он меня поинтересовался, не сигара ли у меня, и не хулю ли я ее часом. Вот так. Все, это единственный случай был. Больше не было других, хотя я летаю очень часто, много, и никаких проблем. У меня Явара постоянно в руках. Всегда. Все ее видят. Не вызывает никакого. Вот. Давайте дальше. В этом плане рассказал я, потому что Явара, она еще и не примета. Опять же, Явара, как наружке Кабудо, это вещь, которая предназначена для скрытого ношения. Хотя я сказал, что я ношу в открытую ее. Но, сама по себе простота, скрытка, оружки подкупает, в кавычках, и ваших оппонентов, которые не рассматривают ее в ваших руках, как какой-то серьезный предмет. То есть, если в ваших руках постоянно находится нож, то если недоброжелатели захотят вас нейтрализовать, то они, конечно, сделают это из подволь. Ну, по кумполу сзади дадут ломом или чем-нибудь еще. Или попытаются как-то нейтрализовать сразу вашу руку с оружием или что-то такое. Если в ваших руках Явара, она не вызывает опасений. Это тоже проверено. Ну, крутите вы какую-то палочку в руках или металлическую шариковую ручку. Ну, не страшно человеку. И это на самом деле хорошо. Если вы собираетесь его не пугать, а собираетесь его нейтрализовать сами, и вы умеете пользоваться этой вещью, да, Яварой, то это очень хорошо. Потому что к тому времени, когда поймет он никакое в ваших руках это серьезнейшее оружие, уже поздно будет что-либо понимать. Все. То есть, когда вы ударите в шею или там его сильный, лицевой череп, в глаз, там, условно говоря, в грудь или по руке, ну, в зависимости от того, какие травмы захотите причинить ему, защищаясь, разумеется, вот, или превентивно защищаясь, уже будет поздно что-либо понимать. Там уже, значит, останется только корчиться. Там будет понимать он только то, как это больно, и что, зря, ну, затеял он с вами там иметь какое-то дело. Ну, вот. Поэтому в этом плане Явара тоже очень хороша. Опять же, оружие очень малогабаритное и очень легкое. Ну, чрезвычайно легкое. С собой вообще в кармане носить, ну, везде можно. И оно ничего не весит, удобно, просто великолепно. Супер. В общем, короче, одни бонусы. Одно повторюсь только. Есть минус, который в руках, в глазах, вернее, те, кто этим вообще не умеет пользоваться. Огромный минус. Оно не впечатляет оппонента. Вот если чайник пистолет достал или вытащил нож, на оппонента впечатление не может произвести. То есть он может испугаться, особенно если он такой же чайник. Вот. Или не ждал этого и скажет, все, все, все там, все нормально. Если вы Явару достанете, то он усмехнется просто. Что это за карандаш ты достал там, да? Вот. Поэтому на самом деле, для того, чтобы этим пользоваться, нужно этим пользоваться. Не то, что применять это постоянно надо, а уметь этим пользоваться. На том, как этим научиться пользоваться, ну, пишите мне, задавайте вопросы. Иногда я в Иванове провожу по Яваре семинары. Вот. Если будете на сайты заходить, мои подписчики, встаньте, подпишитесь в форум. Ну, для рассылок. Будете получать анонсы, значит, обновлений моего сайта. И, соответственно, там узнаете, когда проходят семинары в Иванове по самым разным темам. И в том числе по Яваре. Вот. Но еще очень крутой момент, я вам затрону сейчас. Для чего хороша Явара? Она является прекрасным тренажером для пальцев. Уникальным просто. Я на эту тему подсадил уже с десятки мастеров разных боевых искусств. И боксеров, и каратистов. И все они с собой Явары таскают, самбистов, дзюдоистов. И крутят эти Явары в пальцах. Вообще постоянно. Эффект, значит, от занятий, ну, конечно, методика специальная есть, просто фантастический. И очень быстрый. Даже те, у кого железный хваток, кто-то гвозди гнет, отмечают все равно очень быстрый прогресс в каких-то моментах. И в разработке тех мышц, которые у них до этого и не задействованы были. А чем больше задействованы мышцы, тем, соответственно, сильнее кисти. И еще пальцы становятся очень ловкими. То есть для тех, кто занимается ударкой и постоянно компрессионные нагрузки кулак испытывает, забиваются мелкие суставы кисти, и он позволяет все компрессии убирать. О том, как это все дело происходит, я чуть позже запишу подкаст. Сегодня же запишу и их дам друг за дружкой. Короче, я приехал, у меня тренировка сейчас. Ждите следующего подкаста о том, как с Еварой лучше тренироваться в самых походных условиях и каким она прекрасным садренажером является для пальцев рук. Салют. Открывают. Продолжение следует...